Прошедший 2017 год в нашей стране был объявлен годом экологии. Конечно, был богат на экологически значимые события в России и вообще, и в нашем округе в частности. Так, в апреле люберчане сажали деревья в память о Великой Победе, в сентябре массово участвовали в акции «Наш лес». Об этих и других интересных мероприятиях напомнили люберецкие экологи. Они подвели итоги работы за год. Наверное, ни один из вас здесь сидящий не пропустил две такие важные акции, которые были в этом году по восстановлению леса. Это акция «Лес Победы» и акция «Наш лес посадит свое дерево». В масштабных мероприятиях по озеленению округа тогда приняли участие по самым скромным подсчетам около 15 тысяч человек. Не обошлось и без съемочных групп телеканала ЛРТ. Наши зрители наверняка помнят яркие репортажи прямо с места событий. Среди неравнодушных тех, кто помогает посадить «Лес Победы» представители юной армии. Расскажите, ребята, с каким настроем вы сегодня? Что вы делаете и самое главное для чего? Мы сажаем «Лес Победы» в память о Дне Победы на Великой Личной войне. Мы сейчас сажаем дерево и уже посадили достаточно много. Весь инвентарь участники акции получили на месте. Так же, как и питательный обед с полевой кухней для тех, кто хорошо потрудился. И, как говорится, с песней и труд спорится. За хорошее настроение в лесу отвечали музыкальные коллективы. В рамках акции «Лес Победы. Посади свое дерево» на 173 площадках округа люберчане высадили около 48 тысяч деревьев. Кроме того, в 2017 году в округе проходили и другие мероприятия экологической направленности. Отдельно стоит отметить масштабный антимусорный рейд «Свинья». Напомню, он проходил летом по всему Подмосковью по поручению губернатора области Андрея Воробьева. Люберцы не стали исключением. Мы сейчас видели, как вы совершили правонарушение, выбросили мусор не в контейнер, а рядом с ним. Зачем вы это сделали? Вы не мимо проходили для вас. Было принято распоряжение главы городского округа Люберцы о создании пяти мобильных групп, в составе которых находились органы полиции, технодзора, представители администрации, депутатского корпуса. Проводились рейды активные ежедневно, в том числе в выходные дни. В рамках акции «Свинья» на территории округа провели 1356 рейдов и выписали штрафов на сумму 923 тысячи рублей. Как рассказала на заседании Лариса Конькова, начальник отдела по охране окружающей среды администрации округа, весь прошедший год на территории муниципалитета проводились регулярные обследования водоохранных зон рек на предмет чистоты. Мероприятия проходили с участием представителей администрации, общественной палаты, депутатского корпуса, а также активистов молодой гвардии. Кроме того, в рамках года экологии в Люберецком округе проводилось немало мероприятий и с участием молодежи. Так, для детей организовали экскурсию на страусиную ферму, студенты активно обустраивали территории детских садов. Кроме того, в течение года во многих учебных заведениях проводились выставки экологической направленности. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.